У Степана Лбова сегодня сразу два праздника. Во-первых, он оказался в числе приглашенных на елку главы Одинцовского района. А во-вторых, у него юбилей. Мальчику исполнилось 10 лет. Письмо Деду Морозу именинник написать еще не успел. Сегодня будем вечером писать. О чем будешь просить дедушку? Лего Гарри Поттер. Придумать развлечение для каждого, независимо от возраста, пола и диагноза, такая задача стояла перед организаторами елки. В фойе волейбольного центра перед представлением прошли мастер-классы, принять участие в которых мог любой желающий. Волонтеры помогали гостям сориентироваться и найти занятие по душе и, главное, по возможностям. У них особый подход будет и ведущим. Им будут уделять огромное внимание. И сегодня здесь аниматоры тоже имеют специальное задание для детей с ограничением возможностей. Здесь же есть разные заболевания у детей. И мы для каждого, волонтер, подводят к той площадке, которая будет приемлема для той группы инвалидности ребенка. Первые елки главы Одинцовского района прошли в волейбольном центре 19 декабря. В общей сложности их посетили более трех тысяч девчонок и мальчишек. Билеты распределялись по образовательным учреждениям, а также через общественные организации, глав городских и сельских поселений. Это дети с ограниченными возможностями здоровья и их братья, и сестры. Всего на четырех елках главы Одинцовского муниципального района и двух рождественских елках, которые тоже дарит нашим ребятам глава района Андрей Робертович Иванов, будет более 8,5 тысяч несовершеннолетних. Самая долгожданная часть новогоднего праздника – музыкальный спектакль от театра Натальи Бондаревой. На этот раз юные жители Одинцовского района вместе с Соловушкой отправились в путешествие по разным странам, чтобы найти сокровища и исполнить финальную песню. Новый год на землю идет, открывайте окна, двери, он для тех, кто в чудо берет. Новый год на землю идет. Сербия, Ирландия, Япония, Индия, Бразилия – маленькие зрители побывали в разных странах и преодолели множество препятствий, чтобы научиться ценить родные края и еще раз понять – только добро спасет мир. Ценить свою землю, я очень надеюсь. Но и я думаю, что, конечно, доброта, доброта и любовь, добро и любовь. Там же идет, видите, как красной нитью, когда говорит ей, да, тетушка-улитка, сизалия, на каждое зло отвечает только добром. И тогда все управится, все будет хорошо. Запоминающиеся мелодии, красивые голоса, хорошая актерская игра, яркие костюмы. Зрители признаются, для них новогодняя сказка от Натальи Бондаревой – уже хорошая традиция. Каждый раз елки у нас проходят по-новому. И каждый раз мы ждем что-то необычного. И все ждем Деда Мороза, потому что Дед Мороз же должен подарок принести нам под елочку. Новый год – это не только салат Оливье, просмотр «Ирония судьбы» и бой курантов. Это встречи и душевные разговоры, на которые у родителей детей с ограниченными возможностями здоровья в повседневной суете просто не хватает времени. Поэтому такие новогодние праздники – это хороший подарок как для особенных деток, так и для их пап и мам. Евгения Августина, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова